Всем привет! На техноарене новый ролик про смартфоны. Сегодня я расскажу о десятке самых продаваемых устройств. Заранее сделаю ремарку, доминация одного из брендов здесь будет крайне очевидна и разнообразия не получилось. Впрочем, если народ активно покупает девайсы определенной компании, значит они делают реально годные вещи. Думаю, что и вас заинтересует хотя бы парочка моделей из списка. Ссылки на все смартфоны можно будет найти в описании под видео. Ну что ж, поехали! ТОП открывает модель Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Знаменитый китайский бренд уже давно избавился от популярного клише ТОП за свои деньги и сейчас предлагает по большей части смартфоны среднего ценового сегмента. Redmi Note 11 Pro как раз и относится к таковым. По части производительности это один из самых навороченных девайсов, которые сейчас активно покупают пользователи. Mediatek Helio G96 в паре с графическим ускорителем Mali-G57MC2 вполне неплохо справляется с тяжелыми задачами без особого напряга. Стоит также упомянуть, что есть и версия смартфона с поддержкой 5G и 695 драконом на борту, который будет явно поинтереснее, но за это придется доплатить. Ничего плохого нельзя сказать и об AMOLED-экране с частотой обновления 120 Гц. Если у потенциального покупателя нет проблем с чувствительностью к шиму, то он сможет получить полный спектр удовольствия от пользования этим гаджетом. 108-мегапиксельная основная камера позволяет снимать видео в Full HD с частотой 30 кадров, как и фронталка. Качество фото порадует большинство пользователей. Есть здесь и неплохой ширик, и камера для макросъемки. С ночной съемкой все тоже на высочайшем по меркам этого бюджета уровня. Ну а прежде чем я перейду к следующему смартфону, хочу попросить вас подписаться на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать своевременные уведомления. Устройства компании Samsung традиционно доминируют в топах продаж. Именно они сегодня и составят большую часть данного рейтинга. Galaxy A02 – бюджетник начального уровня для непритязательных пользователей. Гаджет оснащен 6,5-дюймовым экраном с PLS-матрицей, которую Samsung обычно ставит во все свои устройства в этом сегменте. В верхней части можно заметить каплевидный вырез под фронталку с разрешением 5 мегапикселей. Камера, конечно, звезд с неба не хватает. При хорошем освещении и в дневное время еще можно получить более-менее неплохие снимки. Но с ухудшением условий картина заметно портится. Четырехъядерный процессор MT6739W от Mediatek – еще одна не самая сильная сторона смартфона. Зато аккумулятор на 5000 мАч обеспечит как минимум сутки работы без подзарядки. Мощность зарядки здесь, кстати, 15 Вт. Далеко не эталон быстроты, но для бюджетника вполне сойдет. Интересно, а что вы думаете об этом устройстве? Делитесь своим мнением в комментариях. Samsung Galaxy A03 по сравнению с A02 получил чуть более интересные характеристики и также вошел в топ самых продаваемых смартфонов. Здесь уже установлен восьмиядерный камень Unisoc T606 с графикой Mali-G57. В тяжелых задачах телефон ведет себя куда лучше младшего брата, но он все равно сильно не дотягивает до тех кондиций, которые бы позволили назвать его хорошим решением для игр. Аккумулятор и экран остались без изменений. Дизайн фронтальной стороны также идентичен, все тот же огромный подбородок и каплевидный вырез сверху. А вот задняя крышка немного поменялась. Блок камер теперь выступает на небольшой квадратной платформе с закругленными углами. Под стать последним айфоном. 48-мегапиксельный основной модуль выглядит явно интереснее, чем такой же на 12 мегапикселей у A02. Датчик глубины позволяет получить неплохие портретные фото. Еще можно отметить уменьшившийся на 10 грамм вес и обновленный модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 5. Вполне ожидаемо, что эта модель в итоге получила больший спрос, чем ее предшественник, который заметно устарел. Напоминаю, что в описании под видео есть ссылки на все смартфоны. Перейдя по ним, вы можете уточнить актуальную стоимость и почитать отзывы реальных покупателей. Самым мощным и ультимативным вариантом среди наиболее продаваемых смартфонов оказался девайс Xiaomi 11T Pro. Помимо всего, это еще и самое дорогое устройство в данном рейтинге, что неудивительно. Тем не менее, смартфон не дотянул даже до топ-5, где все позиции заняли модели от Samsung. Под капотом здесь многострадальный Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. Можно выбрать варианты с оперативкой на 8 или 12 гигов и с накопителем на 128 или 256 гигабайт. Базовая версия, вероятно, подойдет большинству пользователей. Если говорить о том, чего смартфону не хватает, то в первую очередь в голове всплывает отсутствие беспроводной зарядки и поддержки eSIM. Пусть он и зовется флагманом, но влагозащиту сюда также не завезли. Камеры, само собой, обходят все ранее упомянутые бюджетники от Samsung, но до их же топовых устройств не дотягивают. Зато к производительности и экрану здесь никаких претензий. Последний, кстати, получил частоту обновления в 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass Victus. Если вы думали, что с бюджетниками покончено, то ошиблись. Samsung Galaxy A03 Core – самый дешевый смартфон в топе продаж. С учетом стоимости было бы странно предъявлять к нему высокие требования. По части экрана и аккумулятора мы имеем все то же самое, что и в обычной версии A03. Но есть один нюанс. Вместо быстрой зарядки с привычным 15-ваттным адаптером в комплекте идет блок всего на 7,8 Вт. Заряжать пятитысячный аккумулятор придется больше трех часов. Камера сгодится для того, чтобы запечатлеть какие-то важные моменты на память. Но рассчитывать на сверхкачественное изображение, особенно в плохих условиях освещения, явно не приходится. Экономию можно заметить и в стандартах беспроводных модулей. Смартфон поддерживает Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2. NFC отсутствует, зато есть 3,5-миллиметровый мини-джек для наушников. Стоит отдать должное компании Samsung, практически все их бюджетники оснащены этим разъемом. В пятерку самых продаваемых смартфонов попал Samsung Galaxy A22. Здесь сразу заметен скачок как по производительности, так и по другим составляющим. Девайс получил 90-герцевый AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с защитой Gorilla Glass 5. На борту установлен восьмиядерный Helio G80. Объем ОЗУ от 4 до 6 гигов вкупе с постоянной памятью на 64 или 128 гигабайт. В камере помимо целых четырех модулей нельзя не отметить появление оптической стабилизации. Качество снимков на довольно высоком уровне и на контрасте с бюджетниками это очень ощутимо. Есть тут и сверхширокоугольный объектив, и макро, и датчик глубины. Разрешение селфи-камеры 13 мегапикселей. По части аккумулятора можно заметить уже привычные значения в 5000 мАч и быструю зарядку на 15 Вт. Сутки смартфон отработает без особых проблем, а в наиболее щадящих режимах использования из него можно вытянуть даже пару дней без подзарядки. Еще один важнейший момент – поддержка NFC. С учетом стоимости у нас получается один из лучших вариантов в среднебюджетном сегменте. Не мудрено, что пользователи скупают смартфон очень активно. Samsung Galaxy A03s – старшая модель данной линейки. Очередной раз повторюсь про тот же PLS-экран с HD+, разрешением и аккумулятор на 5000 мАч. С учетом того, что смартфон стоит чуть дороже обычного A03, будет интересно сравнить их характеристики. Начну с камер. В A03s появился дополнительный макромодуль на 2 Мп, а разрешение основного объектива снизилось до 13. Процессор Unisoc T606 сменился на Helio P35 с ядрами Cortex-A53. В Antutu обычный A03 заметно обходит старшего брата – 178 тысяч попугаев против 120. Но я бы не сказал, что в повседневных задачах эта разница будет видна рядовому пользователю. Одним из преимуществ A03s является наличие современного порта USB Type-C и сканера отпечатка пальца, который вшит в кнопку включения. В остальном отличия между смартфонами не слишком существенны. Следующим в списке у нас идет Samsung Galaxy A32 – смартфон с AMOLED-экраном, частотой 90 Гц и необычным блоком камер. Они здесь выпирают сразу из задней крышки и не располагаются на какой-либо платформе, как это сейчас популярно. Среди четырех модулей есть ширик, макро, датчик глубины и основной объектив. Разрешение селфи-камеры 20 Мп. Телефон можно разблокировать с помощью подэкранного сканера отпечатка пальца или по лицу за счет фронталки. AMOLED-экран позволил реализовать функцию Always-On-Display. Есть и NFC и 3,5-мм джек под наушники. Под капотом уже знакомый Helio G80, его мы видели в A22. Доступны четыре конфигурации на выбор, OZU на 4 и 6, а также постоянная память на 64 и 128 ГБ. В смартфоне есть NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5, весит телефон всего 184 грамма и это самый легкий девайс в сегодняшней подборке. На втором месте в топе самых продаваемых смартфонов оказался Galaxy A12. Промежуточное решение между бюджетным и среднебюджетным сегментами. Хочется сразу обратить внимание, что речь идет о более современной модели с обозначением SM-A127. Здесь у нас установлен фирменный процессор компании Exynos 850 с графикой Mali-G52. С точки зрения дизайна он ничем не отличается от A22, кроме формы выреза под фронталку. AMOLED-экран обошел стороной эту модель, тут используется все та же PLS-TFT матрица с частотой 60 Гц и HD Plus разрешением. Основная камера лишилась оптической стабилизации, если сравнивать ее с A22, а разрешение сверхширокоугольного модуля снизилось до 5 Мп. В комплекте идет стандартный адаптер зарядки на 15 Вт. Телефон оснащен NFC-модулем, Wi-Fi M4 и Bluetooth 5.0. Зарядка осуществляется через Type-C интерфейс. Сканер отпечатка пальца отсутствует, что впрочем ожидаемо с учетом стоимости смартфона. Итак, финальный аккорд. Лидером продаж стал Samsung Galaxy A52. Довольно ожидаемый результат. Эта линейка у Samsung традиционно пользуется огромным спросом и все благодаря отличному балансу между стоимостью и характеристиками. В этот раз цена заметно скакнула вверх. И если A51 еще можно было с натяжкой назвать бюджетным девайсом, то A52 уже как минимум смартфон среднего ценового сегмента. По дизайну он максимально приблизился к топовой линейке Galaxy S. Аккуратный вырез под фронталку, маленькие рамки, похожий блок камер и четыре цветовых решения на выбор. На борту установлен Snapdragon 720G. С точки зрения производительности к устройству нет никаких претензий. Запаса хватит на несколько лет вперед. Вообще в A52 есть буквально все, что нужно современному пользователю. NFC, стереозвук, влагозащита по стандарту IP67, камера с оптической стабилизацией и отличным качеством снимков, прекрасный AMOLED-экран с частотой 90 Гц и Full HD Plus разрешением и неплохая линейка модификаций с различным объемом ОЗУ и постоянной памяти. Аккумулятор по сравнению с бюджетниками урезали до 4500 мАч, но телефон все так же спокойно живет один день при активном его использовании. 25-ваттный адаптер питания справится с зарядом до 100% примерно за полтора часа. Ну а что отличает A52 от топовой S-линейки? Во-первых, пластиковый корпус, во-вторых, отсутствие поддержки eSIM и сетей 5G. Да и камера у флагманов все-таки снимает заметно круче, но за свои деньги это, как говорится, абсолютный топ. Ну что ж, время прощаться. Ссылки на все смартфоны будут в описании, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментах, какой гаджет из топа вам импонирует больше остальных. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Увидимся в ближайшем будущем. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok